Всем привет, это портфель. Я помню как в самом начале моего инвестпути мне хотелось купить множество разных хороших компаний и я так и делал. Я наполнял свой портфель разными дивидендами и ростовыми компаниями, пока не осознал, что так до сих пор и не выработал стратегию отбора компаний. Тогда я сел и написал на листке бумаги критерии, которым должны отвечать все компании, которые попадут в мой портфель. О многих из этих критериев я упоминал в моих предыдущих обзорах, а это видео будет своего рода подведением итогов. Начнем по порядку. Критерий 1. Крупные по капитализации компаний, входящие по большей части в S&P100. Эти компании занимают ведущие роли в индексных фондах и не просядут одномоментно на 50% своей цене. Благодаря только одному этому критерию, список компаний для выбора сократился с 500 до 100. Список компаний, входящих в различные индексы, я брал с сайта SlipCharts. Конечно, эти рамки не являются для меня железными. Так, например, компания TakeTwo не вписывается в данный критерий, но это не помешало ей попасть в мой портфель. Мне по душе компании, большей долей акций которых владеют институциональные инвесторы. Вот примеры компании из моего портфеля, где такие инвесторы владеют большей частью акций. Я не инвестирую в компании, в которых частные инвесторы являются наиболее движущей силой. Это чревато как резкими взлетами, так и падением цены акций. Критерий 2. Итак, мне удалось немного сузить список компаний для выбора с 500 до 100. Теперь еще одним движением я уменьшу выборку. Я исключу те отрасли, доходность которых уступает доходности широкого рынка в лице индекса S&P500. На данном этапе я не инвестирую в компании из таких секторов, как энергетический, промышленный, материалы, недвижимость и коммунальный. Я сконцентрирован на следующих секторах, из которых я выбрал компании в свой портфель, а именно технологические, здравоохранение, финансовые, товары первой и второй необходимости, а также коммуникационные. Если присмотреться, то хорошо видно, что на выбранном промежутке за 5 лет лучше индекса себя показали только два сектора – технологический и товар второй необходимости, где главными триггерами являются техгиганты и Тесла с Амазоном. Третий критерий. Компания не должна быть убыточной, важен рост выручки и чистой прибыли. Мне нравится смотреть на рост выручки, прибыли и денежных потоков на графике Гуру Фокуса, но не все компании могут похвастаться такими идеальными показателями. Поэтому и для этого критерия также есть исключения. В моем портфеле это компания Square. Хоть выручка растет хорошими темпами, но приносить чистую прибыль компания стала не так давно – всего в 2019 году. И как видите, это не помешало ей попасть в мой портфель. Четвертый критерий. Рост выручки должен быть выше среднего значения по своей отрасли. В данном случае мне помогает Seeking Alpha. И вновь возвращаюсь к компании Square. Видно, что выручка растет намного большими темпами, чем среднее значение по рынку. Рост от прошлого года к нынешнему составил 170%. Среднее значение по сектору всего 12. Прогнозное значение на следующий год также лучше среднего значения по отрасли – 111% к 11%. А если посмотреть на среднегодовой темп роста выручки за последние пять лет, то он составил почти 53%. Большинство компаний из моего портфеля наращивают выручку быстрее среднего значения по своей отрасли. Выручка растет как и у грандов вроде Facebook, Google, Netflix и Adobe, так и у небольших по сравнению с ними компаниями. 5. Возможность масштабирования бизнеса. Сейчас я нахожусь на начальном этапе инвестирования, поэтому я уделяю больше внимания тем компаниям, которые могут быстрее масштабировать свой бизнес и тем самым увеличить рост выручки. Я не говорю, что компании Lockheed Martin, Air Products, Honeywell и NextEra плохие. Нет, просто они мне не подходят сейчас. Этим компаниям для того, чтобы масштабировать бизнес, надо вложить деньги в новые заводы и производственные мощности. И это очередное доказательство того, что эти хорошие компании просто не подходят для моей стратегии. 6. Рост выручки обеспечивает рост цены акции. Как это не банально, но в большинстве случаев так и есть. Поэтому я и не метаюсь, и не ищу какие компании мне покупать в сентябре, какие в ноябре, а какие в декабре. Я составил план того, как мне выбрать компании и затем я просто покупаю в соответствии с пропорциями моего портфеля все выбранные компании. 7. Если выручка у моих компаний растет лучше среднего значения по сектору, то и цена акций будет также расти лучше и соответственно снова все сводится к тому, что лучше больше времени уделять бизнесу компании с портфеля, чем думать о том, что может быть мне лучше в декабре вложить деньги в какую-нибудь новую ракету. 6. Через определенные промежутки времени я пересматриваю цену, по которой я бы хотел купить все выбранные компании. Затем заношу результаты в столбец Target Price. После этого в колонке к покупке мне уже хорошо видно, какая компания находится в подходящем для покупки ценовом диапазоне. В данном примере это UnitedHealth и TakeTwo. 7. Анализировать результаты инвестиций я буду только через 5 лет. И только на основании таких промежутков времени я буду принимать решения о добавлении или удалении компании из портфеля. Никаких скоротечных решений после неудачного отчета приниматься не будет. Только на пятилетнем отрезке я смогу адекватно увидеть ситуацию по общей доходности как отдельной компании, так и по всему портфелю. Ну и конечно сравнивать с доходностью индекса будет вернее на длинном промежутке. На этом все, всем удачи и до новых встреч.